Два сыночка и лапочки дочки. Александра Последович исполнила заветную мечту – создала большую семью. У женщины подрастает четверо детей. Младшему – семь месяцев, старше – десять лет. Благодаря госпрограмме уже два года живут в «Новой трешке» в Киселевичах. Я всегда хотела много детей. Я очень люблю сама по себе детей. У меня профессия такая, я воспитатель детского сада, поэтому мне нравится, я довольна. Я так и хотела, чтобы у меня было два мальчика и две девочки. Когда много деток – это супер. Поддержка государства начинается ещё до рождения малыша. Женщины получают бесплатное, доступное и качественное медицинское сопровождение. Плюс декрета – на мать и ребёнка государство выплачивает ежемесячное пособие до трёх лет. Размеры регулируются дважды в год. Большое подспорье для многодетных – семейный капитал. Он назначается при рождении третьего или последующего ребёнка. В 2023-м сумма выплат – почти 30 тысяч рублей. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий, медуслуги и образования. За последние 10 лет количество многодетных увеличилось на 70%. Для того, чтобы использовать семейный капитал досрочно, нужно обращаться в райисполком или администрацию района, если это в городе. В основном занимаются службы одного окна. Обращается мама, то есть член семьи, которому назначен семейный капитал. Реализация госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» – ключевая тема 53-й очередной сессии Бобруйского горсовета депутатов. В нашей стране этим вопросам всегда уделяется особое внимание. Положение проекта затрагивают практически каждого белоруса. Его цель – создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех этапов жизни, повышения качества и доступности услуг системы здравоохранения. «Хочу сказать, что благодаря тому, что укрепляется материально-техническая база, мы внедряем новые виды оказания медицинской помощи, мы стоим вместе». Одно из главных нововведений этого года – обязательная диспансеризация. Только в Бобруйске в списке уже порядка 50% горожан. Для удобства в поликлиниках выделены отдельные кабинеты. Запись как через колл-центр, так и по интернету. У каждой возрастной категории свой протокол. Пациенты до 39 могут обследоваться раз в три года. Старше 40 – ежегодно. Человек получает выписку, которая служит основанием для выходного с сохранением зарплаты. Наниматели готовы идти навстречу. «Основой её является анкетирование с определением факторов риска развития хронических заболеваний, в соответствии с этим назначение лабораторных и инструментальных обследований, с последующей консультацией врача общей практики и врачей-специалистов. Основная задача диспансеризации – это медицинская профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в любую поликлинику города Бобруйска». Согласно данным Белстата, численность населения страны на 1 января 2023 – 9 миллионов 200 тысяч 617 человек. 16% – люди старше 65-ти. К 2030-му каждый пятый достигнет этого возраста. Решая проблему сегодня, мы заботимся о нашем завтра. Поэтому и меры по защите демографических интересов здесь и сейчас стоят во главе угла. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.